Текущий сезон для туроператоров стал, безусловно, худшим за последние годы. Только за месяц обанкротился целый ряд крупных туркомпаний. По словам экспертов, масштабный кризис российской туристической отрасли обусловлен несколькими политико-экономическими причинами. Одна из них – введение западными странами санкций и ответ на них российского правительства. Ощутимую роль в резком снижении туристического потока сыграло и решение о фактической запрете выезда за рубеж сотрудникам силовых ведомств. В общем, работники туриндустрии признают, что число туристов сократилось практически на треть. Хотя это вовсе не означает немедленного банкротства крупных отечественных туроператоров. Это уже так получается, что злая закономерность. Таким образом, на мой взгляд, туроператоры уходят от ответственности перед людьми. Не столько из-за своих финансовых трудностей, какие бы они ни были у всех, но и в первую, либо во вторую очередь от ответственности выплаты по своим кредитам. На мой взгляд, это очень некорректно объявлять себя банкротом 1 августа, или 2, или 3, в самый разгар сезона. Вопросом, куда делись деньги со счетов крупных туроператоров, сейчас занимаются следователи. Они уже проводят проверки на предмет мошенничества в офисах обанкротившихся Невы и Лабиринта. В общем, пока компетентные органы выясняют, насколько порядочно менеджмент этих туроператоров вел свой бизнес, рядовые туристы буквально обрывают телефоны своих турагентов, через которых они и приобретали путевки на иностранные курорты. Работники турагентств напоминают несколько правил, если во время отпуска случилась какая-либо неприятная ситуация. Ни в коем случае не надо паниковать. Когда мы находимся за границей, и с нами что-то происходит, не надо никогда нервничать. Надо позвонить своему турагентству. Тот обязательно свяжется с туроператором или с турпомощью. И ждать дальнейших действий. Сейчас чиновники Ростуризма подсчитывают число пострадавших от банкротств туроператоров. А их число, по всей видимости, это десятки тысяч человек. Люди оказались заложниками кризисной ситуации. Кто-то застрял в аэропорту и не может улететь домой. Кого-то выселяют из забронированных вроде бы отелей. Теперь туристы пытаются вернуть свои деньги за провальный отпуск. И здесь также есть трудности. Ведь созданная год назад Ассоциация туроператоров «Турпомощь» заявила, что она может только вывести туристов обратно домой. А вот возместить стоимость тура невозможно по причине банальной нехватки денег от страховых компаний. Похоже, что без государственного вмешательства ситуация благополучно не решится.